Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня у нас мукбанг с вот такой вот корейской лапшой. Или как правильно она называется, я не знаю. Получила я ее в подарок. Я вам в прошлом видео рассказывала. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы в курсе. Мне прислали ужасный просто хот-дог. И в качестве как бы извинений потом прислали такую лапшу. Я прям накидываюсь как сумасшедшая. Но реально это безумно вкусно. Я уже попробовала немножко. Очень вкусно. Вкуснее этой лапши я не ела, если честно. Еще у нас здесь с вами брокколи. И еще супер освежающий холодный напиток, который, как я пришла, я поместила в морозилку. Была в магазине, потому что завтра и послезавтра мы выходить на улицу не можем. Девчонки в инстаграме спрашивают меня, что у вас же вроде карантин именно на субботу и воскресенье. В этот раз нет. Это будет воскресенье и понедельник, потому что понедельник попался на праздники. Поэтому мы сидим дома. А пока что, пока что карантина нету, я пошла в магазин, закупилась. И вы знаете, я закупилась такой фигней. Все, что нужно, ничего не купила. Ребят, как это вкусно. Здесь мясо, лапша, морковка. Обалдеть просто. Это очень вкусно. Это почти так же вкусно, как роллы. Особо таких очередей в магазинах не было. Вот. Так что... Все легко и просто. У нас новый мол открылся. Называется Денис Мол. И, в общем, сегодня Фатя идет туда. И она предложила мне тоже. Но у меня бабушка, ей 90 лет. Во-первых, я очень скучна одной. А во-вторых, она боится. У нее фобия оставаться одна дома. Она боится, особенно вечером. А понятное дело, что в такую жару мы идти гулять не будем. Мы пойдем гулять вечером. И я решила не идти, чтобы бабушка не была одна. Просто обалдеть, как вкусно. Просто 5 из 5. Я, на самом деле, очень люблю свою бабушку. И вообще, я люблю пожилых людей. Вот все умиряются, когда видят детей. А я, если честно, намного больше люблю пожилых людей. Потому что они тоже напоминают детей. По любым пустякам они не обижаются. Я ей стараюсь включать сериалы, которые ей интересны. Она, например, раз в 10 рассказывает одну и ту же историю. И я реально ее слушаю. Нужно уважать старших обязательно. К сожалению, родители моей мамы уже скончались. И у меня никогда не было близких отношений с ними. Потому что они всегда жили вдали от меня. А вот эта моя бабушка. Можно сказать, с детства она меня воспитывала. Давала советы. Направляла. Помогала всегда. Лук здесь. Это едят палочками. Мне дали в комплекте палочки. Но немного мне, если честно, сложновато кушать именно палочками. Я приготовила здесь вилку. Но пока что справляюсь так. Очень сытно. Вроде бы здесь так мало. Но очень сытно. Ваше здоровье, ребята. Специально положила в морозилку. Пошла, купила себе два сникерса. То есть мороженое сникерс. Мороженое имендемс. Мороженое кискат. Я думала, что они все стоят почти одинаково. Но я была в шоке, что сникерс стоит дороже всех. Почему? Я не знаю. Вот. Здесь кусочки мяса. Я только не могу понять, что за мясо. И прям хорошенько посолили, как я люблю. Ну как-то так, ребята. Давно не кушала брокколи. Одно время прям через мукбанг их ела. Почти в каждом видео. Потом мне как-то надоело. У меня такое бывает. Вот, например, даже сырный соус, который я обожаю, он тоже одно время мне надоел. Ребята, я уже не могу. Я возьму обычную вилку. Так будет удобнее. Роллы держать гораздо проще. Я смотрела видео, где китайцы кушают рис палочками. И я просто в шоке. Это взрыв мозга. Как можно рис кушать палочками? Это же нереально. Я не говорю про рис, который в роллах. Я говорю просто про обычный рис, из которого, например, готовят плов. Они сидят и просто палочками его кушают. Чего же я сегодня так неаккуратно? Мне надо еще спуститься купить малину. Хочу снять мукбанг, малина с мороженым. Точнее, малины и мороженое снигерса. Полчаса назад вызвонила мама, и сказала, что она немного задержится, и у меня чуть инфаркт не произошел. Вообще, я решила, два дня будет комендантский час, изоляция. Ну, из-за карантина, естественно. Вот, и я хочу как бы хорошенько прибраться дома. Вот, все закоулки, вот, все-все-все разложить по местам. Я сегодня потеряла наушники, и я поняла, насколько я неаккуратная. То есть, я вот сняла кофточку, кинула на кровать. Не знаю, сняла тапочки, кинула там в прихожей. И это несложно взять и повесить вещь на место. Просто я как-то не приучила себя к этому. Поэтому вечно у меня все теряется. Я могу с легкостью взять и наступить, не знаю, на свои наушники. И потом они сломаются, возьми и выбрасывай. Хорошо, что я наушники нашла. Но я все-таки думаю, что нужно меняться. Быть более аккуратной надо. И обычно, что делаю, я включаю какого-то мукбанкера. Часто патию сижу, там, не знаю, убираюсь. Мне на фоне кто-то там чавкает, ест. Или, пусть говорят, например. Слушаю какую-то передачу. И делаю свои дела. Здесь остался один лучок. На этом все. Я доела до конца. Было очень вкусно. Если вы не пробовали, я, наверное, в инфобоксе вам оставлю полное название, как реально называется эта лапша. Потому что я, к сожалению, не посмотрела, даже не подумала об этом. Обязательно попробуйте. Очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok